Алло. Добрый день. Добрый день. Вечер у нас. У нас еще три часа. А ну-ка застегнись как следует. Ты что так расстегнулась-то? У меня не застегивается. Э, плохо. Прижай пуговицу. Никогда так больше не показывай грудь. Не надо это. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Не против? Не против. Слушаю, говори. Значит, сегодня была у священника, вот первый раз говорила с ним по поводу крещения. Значит, рассказала ему все, как я понимаю, и по отцам, и по писанию. И он все хорошо воспринял, и за имя, все, все хорошо. Но только сказал, что ему нужно решение архиерейского собора, что он не может без разрешения епископа как бы сделать мне полное погружение, потому что я уже была крещеная. Ну, пусть запрашивает. И посмотрите, что будет. Только не вздумайте платить деньги. Ни копейки, нигде. А потом десятину ему отдашь. Скажи, деньги все равно получите, скажи, но только это не за деньги крестите. Иначе это грех симонии будет. Хорошо. Вот. И, а потом он начал говорить мне о том, что можно было бы, он говорил об Иордане, что на Иордан приезжают люди, и священники там, законные рукоположенные, говорят, кто крещен в детстве обливания, можете сейчас принять полное погружение. И люди, уже крещенные как бы в детстве, они принимают там от законного священника полное погружение в Иордане. И он как бы к чему это говорит? Что вот в декабре будет, когда крещение, праздник, тогда освящаются все воды и в Иордане, и везде. И как бы с намеком на то, что я могла бы принять крещение именно в этот день, ну, зимой. Говорит, если не боишься, я говорю, я не боюсь, но мне не очень эта традиция близка пока. Это плохая, вредная, языческая. Никакого крещения нету. Они просто купаются и считают за крещение. Это обман. Крещение это вычитывать надо. Вычитывать правило какое надо. Считать местописание. Он что, чина крещения не знает? Это лишь бы от себя оттолкнуть. Тогда отложить. Хорошо, тогда нужно... Деряйвку должна к нам потом. С Божьей помощью. Господь смотрит. Вот у нас это дело другое. Священник сходит в воду или как? Полное погружение. Так, за это понятно. Хорошо. Тогда у меня вопросы есть. Значит, вот недавно у нас инцидент случился в Скайпе с Дебуновым, что он там кричал и там человек смутило. И я вот к чему этот вопрос хочу задать, что как это совместить, вот говорит Писание, носите бремена друг друга. К чему это относится? Это к недостаткам другого их носить? А как тогда чистота церкви? Как бы человек со стороны смотрит и не видит в этом Христа, то есть в таком поведении. Или же, ну как бы совсем это пресекать, ну тогда мы усекаемся, что никого и не останется, потому что все с недостатками. И как тут в правильной позиции быть? Ну а каких недостатков? Бремена. Что за бремя он имеет в виду? Это я имею в виду. Это бывает у всех как в характере. Не о грехах речь идет. О грехах вопросов нет, у грешника. Грешников Бог не слушает. Ничто нечистое туда не войдет. Это друг друга бремя носите. Вот он больной, не может, помогай ему. Не отталкивай. У другого еще что-то не ладится. Прими, облегчи, утешь. Это его бремена, которые не может уже один справиться. Носите бремена друг друга. Это бремя, на которой мне лежит. Вот одного там 10 детей, а другой один детей нет. Помоги, останься, пусть он в храм сходит, а ты посиди, поводись. Это бремена, не о грехе речь идет. А то, чем мы отягчены в нашей жизни. А так и пьяница пускай пьет. Да я ему, приходи. Да у нас, если он пьяница, он даже и не зайдет никогда. Вот курящий у нас во двор даже нельзя заходить. По Теряевке везде стоят столбы, надписи. На территории деревни курить запрещается. На территории деревни. Найдите такую деревню. И 26 лет и никто не курил. Это работа. Так а насчет проявления характера. То есть, если человек вспыльчивый по характеру, это считать его бременем? Это бремя. А ты подскажи ему, поговори. Вот он у меня, он за стенкой жил. Это мой дом. 14 лет. И тут все было. И ничего. И расстались с хорошим. И уехал, когда он сейчас дом построил себе. Ну так. А все такие, как ты. А почему тебя должны сносить? Вот я в Америке был. Я мог остаться оттуда, как политзаключенный. Со всеми льготами. Я не знал, когда я выйду оттуда. Так мне тоскливо все это было. Что я там буду делать-то? Меня тут каждая собака знает. Ко мне претерпелись. Мои бремя. Недостатки они уже не замечают даже. Я в Америке был. Интересно. Пояса часовые. 12 часов разница. Ну и человек не может пойти. А я приехал туда. И там без часов в 4.40 встал утром. 12 часов. И как будто бы я там жил. А я встал. А они-то встают часов в 7. А я встал. Да там стукнул незаметно. А да тут какое они от меня терпели-то. Видишь как. Я уж стараюсь тут нигде не стукнуть ничего. Я пораньше встаю. Даже 2 часа пока почту разберу. 2 часа. А потом в 4.40 наши встают. А я к этому времени стараюсь печку тут затопить. Заранее приготовлю в ней. Меня терпят. Теперь это еще и любят. Это хорошо. Значит, по поводу крещения. Остается ли что-то неизмененным после крещения? Вот к чему я это спрашиваю. У нас в моей бывшей общине был такой вопрос. Кого можно как бы в пастыря, в диакона, в общем, принимать? И, конечно, ну как бы одно из критериев – это муж одной жены. И постоянно этот вопрос был. И говорилось, ну это же было до крещения. Значит, не считается. И как бы вот у меня вопрос. Как это может не считаться? Или это считается действительно? То есть человек мог до крещения быть женатым, а потом покреститься и принять священнический сан? Ну а как мы считаем? Деяние апостолов 22.16. К одному человеку, который многих убил. А это не просто жена. Это грех более тяжкий-то. И он пришел и говорит, что ты медлишь, ты уже три дня как покаялся. Встань, крестись, и омой грехи твои. Да он же знал, кто он такой, гонитель, самый яростный. И однако Бог его избрал. И теперь не только стал верующим, а апостолом. И мы знаем, кто он. Всю жизнь себе говорит, я не достоин называться апостолом. Я гнал церковь свою. Знаете его? Да. Все. Так что я знаю, таких у нас были тоже, приходили даже из баптистов. А у него с первого разошелся с женой. А за это время успел тут, ходил к баптистам, и там дочь пресвитер, дьякона взял. А он сам, у пятидесятников, его отец как бы пресвитер. Ну, это все фальшь. Ну, так есть. Ну, и стал священником. Потому что все это было до крещения. Ну, и так понятно, что есть. Но, когда был крещен, и дальше он, все это у него идет, то она должна быть по закону девственница. А если девственница артистка, тоже нельзя уже, кандидатура снимается со священства. Вот. Вы смотрим в фильме «Еремия», как ему было сказано, что тебе жена не нужна, а он там уже все, и она к нему ластится. Нет, ну, ее убили. Хорошо. Значит, потом у меня вопрос по поводу служения женщины в Новом Завете. Как это совместить с тем, чтобы, что жена не может учить? Как вот это совместить? То есть, только момент учить, не учить. Только один вопрос. Этот волнует? Ну, вообще, как бы, какое служение? Меня очень смущает, когда женщины выступают, ну, как бы, в неправильном служении, когда они начинают учить. Но в то же время я тоже, когда с кем-то общаюсь, я тоже человека начинаю учить. И я тогда стою в тупик. Вот речь идет о муже. Жене учить не позволяю, запятая, не властвовать над мужем. Над мужем. А так ты возвещаешь везде. Смотри, как Елисавета воспела песнь, как Анна. А в Новом Завете, смотрите, какие речи говорила Ирина. Ирина, через нее обратилось 150 тысяч человек. Да сегодня через кого 150 тысяч-то пришло? Где? А Евдокия какая была проповедница? Это церковь прославляет их? Они, ну, как хочу я не хочу, но канонизированные. Были такие, как ораторы Девора. Девора, смотри, когда в Араку пришлось идти, не пойду, если она со нами не пойдет. Она говорит, если пойду, значит, победа будет другому. Сесару убьет другой не ты. Мне не важно, это лишь бы вернуться. Все, Девора пошла. Это Девора. А возьмите Зои Крахмальниковой. Я с ней беседовал, говорил. Это как Девора восстала. И она просто над всем миром возвысил Господь. И она тут отбывала в Алтайских у нас горах сроки. Ему же посадили световую. Так что, какое служение может быть? Ты в школе можешь с детьми урок вести у нас. Посмотрите, вот я выставляю ролики у нас во время службы, там ведут занятия. То Игорь Дубунов, Надежда Васильевна, Надежда Дмуха. Я сегодня их снимал там. Вот. Это открыто. А дальше служение какое? Благотворительности. Вот у нас тут сестра, она внимательно смотрит, кому что нужно. Объявляет сбор даже по интернету. Получают там, чтобы поднять как-то семью. Служение в разных местах. Ян Затауст говорит, ты дома сидишь, но у тебя служанки есть, служанки тогда были. И ты их тоже учишь. А если муж не такой? Жена занимает кафедру. Если он сбился с пути. Жена занимает кафедру. Тогда не учить не позволяя, уже не действует. Почему-то как учить, когда не учить его? Когда он погибает, там, запился или там изменяет, или что-то. Тут надо глубже смотреть. Раньше был институт деканист. Ну, вот недавно Александрийская церковь, там, я не знаю сколько, но человека три определенно. Папа, патриарх, папа и патриарх он называется. Вот он рукополагал их. Ну, интересно, как одеты, а потом, глядишь, без плотков уже стоят. Я думаю, нет, если деканист, а то тут не просто так. Она не раньше сорока лет может быть избрана, канун говорит. И по диаконам 20 лет. Диакон 25, священник 30 лет, не пресвитер. Эти правила все надо соблюдать. Ну, просто мы есть неверующие-то. Не надо говорить, а их много не исполнишь. Это обман. Я еще раз хочу сказать, умышленно у нас ни одного правила не нарушается. Рядом храм православный, 413 правил нарушается. 413 и ни одного. Даже умышленно мне, я приехал, там священники собрались несколько, и говорят, а вы все равно нарушаете. Я говорю, и где? Ну, скажите, чтобы я исправился-то. А вот написано с евреями, в бане не мыться. Я говорю, я вообще в баню не хожу, в общественную. А при чем тут евреи? А вот евреи, врачи не могут тебя лечить. Я говорю, у меня еврей как раз, Яков Нахманович Шойхет и делал операцию, я живой остался. Он доктор медицинских наук, профессор. У нас такие отношения, даже не выскажешь. Просто братские. У меня вообще евреев много. Ну, знакомый, вот крестник мой, отец Наум Израилевич. Он в моем доме обратился, стал священником. Священник такой еще, что поискать надо. А всего тысяча три он у меня был. Господь ему открыл. А как это так? Не знаю, это, моего там ничего нет. Я просто говорил и заметил что-то в нем и обличил, его очень строго обличил. И он все это принял. Так он где, по-другому, отец, отец. Я мирянин, как мирянин, это неправильно сказать, простец. Но я щтец могу проповедовать при архиереях, но не больше. А он-то пресвитер там какой. Вот так. Хорошо. Еще. Как вы научились не расстраиваться в общении с середиками, когда они не слышат, не хотят обращаться? Ну, как-то, значит, помолчать надо. Вот сегодня мне один зашел, я его сразу пытался осадить. Он, а кто, какой, кто? Я говорю, вы зачем пришли? У меня есть следователи что-то? Ну, ты на наши ресурсы заходи, там все сказано. Я, ну, понимаете, я говорю, восемь тысяч девятьсот роликов уже. Ну, маленько в цифру, вздумайся. Вот у Осипа в тысячу триста двадцать. Ну, маленько, сравни с самыми большими-то. У Кураева там, я не знаю, даже совсем, ну, там может быть, триста или где. Так вот, в любом вопросе. Я отвечаю только на сайте, четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса. Ответы в книгах помещенные. Вопрос твой, он отвечен. Найди папку соответствующую, отдельно иудаизм, евреи там, дети, старобрящество. То есть, по всем темам. Я отвечал абсолютно на все вопросы. Только в одном университете восемнадцать лет. А это четыре часа в неделю. Три радиопрограммы вел сколько лет. Две онлайн. Одна воскресно-часовая. По эфирному времени я был, очевидно, первый на Валтайском крае. Это Бог так сделал. Ни заводов, ни фабрик нигде нету. Технику, межшколы. Все мое было. Буквально день и ночь приходилось. Ездить, да еще в Академгороде, до Новосибирска. Милиции, воинские части, везде. Такая была востребованность. Вот я копил багаж. И в это время Господь поднял меня. И нигде я не являлся, чтобы рюкзак полной Библии не принес. Это Бог сделал. Благодать Божия. Это невозможно. За 9 лет у меня вышло 3467 стихотворений, 9 куплетов. 9 книг. 9 книг, говорю. 40, фактически, 38, 40. 43 книги. 38 в книжном варианте. Это невозможно. Так это не брошюрки. Каждая книга 752 страницы. А 4 это стихи по 800 страниц. Как? Ну вот так. Бог делает, благословляет. И ты должен принять это. От твоего там ничего нет. Вот начинает. А вы хвалитесь, Павел говорит. Хвалящееся хвалитесь Господом, что знает. Чего вы так боитесь-то? А как я об этом скажу? Павел говорит, я более всех потрудился. Более был в вознеможении. Более в постах. Более в бдениях. Все перечисляет где-то. А вы ничего сказать не можете. У вас ничего нет. И завидуете еще. Это вы от зависти. Я говорю, все. Язык-то не помещается во рту. И говорите не нужны слова. А ты его наполни хвалой. У меня в жизни не было, чтобы кому-то я завидовал. А один раз там немножко было. Был у баптистов. И там два брата. Такие высокие, стройные. И они пели. Сторож, скажи, сколько ночи. Такое. Ну и я подумал, вот бы мне так запеть-то. А потом как бы мысль сразу пришла. А вот то, что у тебя есть дар какой, ты поменял бы на это? Я сразу нет. Ну чтобы я не проповедовал, не говорил. А вот так бы пел. Ну и пел бы. Вот ходит там этот Симон Харольский. Еще он по горам прошел песню, пел «Дай деньги». После каждого ролика «Дай деньги». Смешно даже. Нигде никто не ходил так петь. Вот возьмите косари на лугу православные. Видели ролик? Православные. Переделали. Когда они косят косари, а потом в церкви свечки там зажигают. Это православные. Я могу вам сейчас скинуть сразу. Посмотрите. Они именно работают. А обычно, даже я скину несколько, список роликов. Я недавно отвечал на это. Ну кто поют другие. А они поют. Орленок, орленок. Взяти выше солнца. Или там растеряев. Русская дорога, русская дорога. А кадры идут. Война. Застряли машины. И он сам на гармошке играет. А чтобы сам ходил, идет по дороге. Ему башмаки фотографируют, снимают спину. Там жена идет на встречу, там ребенок. Для чего это? Рояль притащил на берег моря. Океан любви. Ну смешно, конечно. После каждого новый проект у меня дайте денег. Иди работай. Парень здоровый. Иди на стройку. Бери мастерок, как наш батюшка. Построй хотя бы один пятиэтажный дом. Пусть люди радуются. Ну то есть, вот я говорю, о чем я завидовал-то. Иосифа предали из зависти. А там ничего и не было. Что у него? Одежда разноцветная. Предали из зависти. Это Стефан говорит. Седьмая глава Деяния апостолов. И предали. Христа Пилат знал, говорит, предали из зависти. А они не знали. Зависть. У меня завистников очень много. Это вы так архиерею говорили. Я писал какие письма в ООН, патриарху, первым секретарям, Брежневу, Андропову. Они завидуют. Они боязливые. Я говорю, у вас таланта-то никакого нет. Ты вы его потеряли. Бесталантные, поэтому злобные такие. А раз злобные, значит, вы слабые. Иначе бы вы не злились. Ты просто ответил, как есть, и все. Это еще Леонов говорит об этом. Хорошо. У меня все. Ну все? Все, спасибо. Давайте с Богом. Хорошо, что зашла. Вот сейчас, которая там заходила, Рахиль, она Райхан. Казашка была сегодня у нас здесь. Она приезжает на этой неделе к нам. К вам? К нам сюда, сюда приезжает, что? А то я вас не успел увидеть живого. Ну давай, давай. Договорились, что у нас это воскресенье, вот следующее, 17-го. Будем отмечать 20-летие, как мы этот дом получили. Два дома. Я осудился 11 лет и выиграли. И первая литургия у нас была. И решили день благодарения Богу. Которые люди от нас ушли, там плохо обращались, там клеветали. Я говорю, всех зовите. А они участвовали в чем-то, кто-то в одном, кто-то в другом, там сарай строили. Мне хочется, чтобы все поблагодарили Бога. Да было когда-то что-то, наплевать да забыть. Не надо это все. У нас только впереди хорошего еще предлежит. Еще нам Бог царство открывает. Радуйся, веселись. Почему Павел и говорил. Радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Все с Богом. Все с Богом. Отвечайте меня. Субтитры создавал DimaTorzok